Привет, дорогие мои друзья! С вами, как всегда, я, Олеся Медведева, а в этом видео речь пойдет о том, как в Украине в очередной раз пытаются что-то в медийном пространстве зарегулировать, ну или в противном случае запретить. Речь идет о мессенджере Telegram. Почему этому в последнее время решили уделять такое пристальное внимание, абсолютно понятно. Сначала полномасштабного российского вторжения, как показывают соцопросы, Telegram стал главным источником информации для людей в Украине. Обойдя при этом телевидение, но там-то понятно, какая информация, там единый телемарафон и очевидная повестка, а также информационные сайты, людям намного удобнее читать новости именно в Telegram. При этом представители украинской власти с недавних пор, особенно после того, как уже совсем стало понятно, что ситуация на фронте для ВСУ совсем плоха, а доверие к Зеленскому и к парламенту, да и вообще ко всей власти стало падать, начали заявлять, что Telegram несет угрозу, там могут распространять россияне дезинформацию и вообще это же российский ресурс, надо что-то делать. Те, кто больше всего кричит по поводу того, что треба шось робиты, можно условно разделить на две группы. Первая это люди из орбиты Порошенко, а также спикеры, которые связаны с разного рода международными организациями, поскольку близкие к ним медиа не имеют какие-то сильные позиции в Telegram. И как раз от них вот звучат призывы, что надо что-то делать, надо либо урегулировать его какими-то законодательными актами, либо вообще все запретить. Вторая группа это представители команды Зеленского. У них позиции в Telegram намного сильнее. Офис президента через БУ или с помощью каких-то других рычагов, а их немало, контролирует большинство Telegram каналов Украины, самых популярных. Именно они в условиях полного падения доверия к телемарафону, который уже никто и не смотрит, скорее всего, формируют информационную повестку страны. И банковая на это может влиять. Поэтому, конечно же, офису президента полный запрет Telegram в Украине не нужен. Им нужно совсем другое, прямая коммуникация с менеджментом Telegram, чтобы тот по первому же запросу блокировал неугодные украинской власти Telegram каналы под предлогом того, что они там, например, распространяют российскую дезинформацию. То есть банковой нужно, чтобы Telegram просто блокировал все каналы, которые, по мнению офиса президента, как-то связаны с Россией. Либо же просто критикуют власть и являются опасными для нее. Как заявили представители Telegram от Киева, они уже получили список потенциально проблемных каналов, как они это так назвали, и проверяют его. Но пока, конечно, неизвестно, какое решение по итогу примет создатель и владелец Telegram Павел Дуров. Блокировка каналов по требованию какой бы там ни было страны однозначно подорвет имидж мессенджера как свободной площадки, независимой площадки для распространения информации. При этом все эти угрозы, что Telegram в Украине заблокируют, если требования украинской власти будут не выполнены, скорее всего являются блефом. Да и вряд ли власти будут лишать себя основных своих же каналов коммуникаций. Более мощного инструмента влияния на общественное мнение у Банковой сейчас нет, кроме подконтрольных ей Telegram каналов, достаточно крупных. В Украине сейчас их много. А как вы думаете, дорогие мои друзья, как дальше будут развиваться события и как ответит на просьбу Киева менеджмент мессенджера Telegram? Своё мнение на этот счёт пишите в комментариях. Также пишите, действительно ли Telegram для вас является основным источником информации или всё же YouTube. До скорых встреч, совсем скоро увидимся. С вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok